Всякое утверждение, не имеющее по собой твердого доказательства, вполне логично считать ложным. И напротив, если то, что считалось ложным, имеет вполне логическое доказательство, в споры привести его из разрядов заблуждения в категорию истины. Например, когда-то давно считалось, что Земля плоская, однако истинность этого некогда неопровержимого постуата была стреском разрушена современными научными открытиями. Но, увы, как показывает практика, неопровержимые факты не всегда способны переубедить чье-то укоренившееся мнение, особенно если данная позиция выгодна человеку. Это один маленький шаг для человека, но большой скачок для человечества. Снято! Снято? Еще раз? А кто главный по реквизиту? Вы это записали? Подойдите ко мне. Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении многих лет Библия всегда опережала науку. За последнее время в всех школах научили, что Земля шар обратна. Однако в Библии говорилось обратное. Атеисты очень часто этим пользовались, чтобы опровергнуть достоверность Библии. Однако спустя время наука опровергла шарообразность Земли. Земля не имеет какой-то конкретной геометрической фигуры, о чем вы сами позже убедитесь. Она может быть какой угодно, но только не шарообразной. Он распростер север над пустотою, повесил Землю ни на чем. Ну и что можно сказать? Шарообразная Земля же тоже ни на чем. Дело в том, что шарообразная Земля не висит, а движется ни на чем. Также слово распростер означает плоскость. И вышли на широту Земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. Стронг слово широта является 4114. Оно же произносится как платос. Что же означает слово широта? Корень этого слова имеет стронг 4116. И корень произносится как платос, что в свою очередь означает плоскость. Получается вот как на самом деле читается 9 стих. Они выступили по всей плоскости Земли и окружили лагерь святых и любимый город. Также здесь написано, что плоскость это одинаково, что и спред аут. Спред аут переводится как распростер. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Ты лишь с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало. Здесь также говорится, что небо твердое, как стекло. Я Господь, Который сотворил все. Один распростер небеса и Своей силой разослал землю. Здесь тоже говорится распростер, только уже не землю, а небеса. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающие дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил. Здесь земля сравнивается с человеческим лицом. Здесь не нужно путать лицо с головой. Так как голова объемная, а лицо это только передняя часть головы. Лицо имеет ровную форму. Вот еще одно место, где говорится по лицу всей земли. Лицо сравнивается со всей землей. Чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда. О какой форме печать? Она круглая и плоская. Он произвел весород человеческий для обитания по всему лицу земли. Снова лицо сравнивается со всей землей. Он есть тот, который восседает над кругом земли. И тут шароверы просто ликуют от радости. Почему? Да потому что они не знают геометрию. Это все равно, что утверждать, что куб – это треугольник. Круглая земля даже не похожа на шарообразную землю. Шар – это объемная фигура. А круг – это плоская фигура. А если вы не согласны, тогда круг может быть не только шариком, но и треугольником. Он проводил круговую черту по лицу бездны. Это означает, что за пределами земного круга находится бездна. Бездна означает нету дна. Выходит, что за пределами Антарктиды не существует дна. Но насколько я знаю, на шарообразной земле не существует такого места, которое бы сходилось с этим описанием. Веселясь на земном кругу его, и радость моя была сынами человеческими. Если посмотреть синонимы к слову «плоский», то один из синонимов – это «круглый». Если вы мне не верите, то можете загуглить сами. Облака – завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу. Соответственно, если земля круглая, то небесный купол тоже будет круглым. И нигде в Библии вы не найдете, что земля шарообразна. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. Здесь сказано, что вращается не земля, а солнце. «Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим». Здесь идет речь о последнем времени, и говорится, что восходит не земля, а солнце. «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». И сказал перед израитянами, «Стой солнце над Гавоном, и луна над долиной Айландскою». Иисус Навин не останавливал землю, он остановил солнце и луну, для того, чтобы остановить время. «Потому тверда вселенная не поколебается». «Колебается» означает «движется». Здесь говорится, что земля не движется. «Потому вселенная тверда не подвигнется». Возможно, вы подумали, что вселенная – это космос. На самом деле нет. Что именно означает вселенная, мы разберемся немного позже. Здесь говорится, что земля не подвигнется. «Ты поставил землю на твердых основах, не поколебается она во веки и веки». Здесь говорится, что у земли есть основы, и благодаря этим основам земля не движется или не колебается. А какие основы могут быть на шарообразной земле? «Утвердил землю на водах, ибо вовек мило сего». «Утвердил» – значит, она не движется. «Ибо он основал ее, то есть землю, на морях и на реках, утвердил ее». Здесь также упоминается, что под землей находится вода. «И устроил, как небо, святилище свое, как землю, утвердил его, то есть Сион, навек». Бог навсегда утвердил Сион, как утвердил землю, и так как Он утвердил землю, значит, она не движется. «Он сотворил землю, силою своею утвердил вселенную, мудростью своею и разумом своим распростер небеса». «Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю, не только землю, но и небо». «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. «Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждение ее, ибо она колеблется. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее». «Глаз грома твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содроглась и тряслась. И вот завеса в храме разотралась надвое, сверху до низу, и земля потряслась, и камни расселись. Не поколебается ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Сволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. Перед ними потрясется земля, поколебается небо, солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. «Он встал и поколебал землю, возрел и трепет привел народы, вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Солнце и луна остановились, на месте своем, перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих». Очевидно, что если земля начнет вращаться вокруг солнца, то мир придет в полный хаос. Будут катастрофические последствия. «Истина твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит». Здесь уже нет никаких намеков, а говорится прямо, что земля стоит, а значит вращается не земля, а солнце. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим, стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. Вот я возвращу назад на десять ступеней, солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось солнце на десять ступеней, по ступеням, по которым оно сходило. Иисус Навин и Исаия остановили солнце. Но зачем его останавливать, если, по мнению ученых, оно и так не движется? По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его, до края их. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свое логовище. Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Род означает солнце. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, и где оно восходит. Солнце и она остановились на месте своем, перед светом летающих стрел твоих, перед сиянием сверкающих копьев твоих. А зачем останавливать солнце, если, по мнению эволюционистов, солнце и так все время стоит? Кажется, эти псевдоученые что-то попутали. В восходе солнце настает зной, и зноем иссушает траву. Цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. И пошли, и шли, и закатилось солнце под легивы Вениаминовой. Солнце уже зашло, когда они пришли к холму Ама. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Если солнце вращается вокруг Земли, то летом на Северном полюсе должно всегда быть видно солнце. И все-таки есть. Солнце никогда не заходит за горизонт в течение двух месяцев. А зимой наоборот. Днем и ночью всегда темно. На все горы в пустыне пришли опустошители. Ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Ибо Он прозирает до концов земли и видит по всем небам. По глазу Его шумят воды на небесах. Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя. И низводит ветер из хранилищ своих. Господи, сила моя и крепость моя, и прибежище мое в день скорби. К тебе придут народы от краев земли. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разом Его неисследим. Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И ты, Сын Человеческий, скажи, так говорит Господь Бог, земле Израилевой конец, конец пришел на четыре края земли. Ибо Он прозирает до концов земли, и видит под всем небом. Под всем небом раскат Его и блистание Его до краев земли. Большое было это дерево, и крепкое, и высота Его достигала до краев неба, и оно, видимо, было до краев всей земли. Это ты, Царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие Твое возросло и достигло до небес, и власть Твоя до краев земли. И все концы земли увидят спасение Бога нашего. Ко Мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо Я Бог и нет иного. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе, и пределы земли во владение Тебе. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли. От одного края земли до другого. Пошлет на Тебя Господь народ издалека, от края земли. Прекращая брани до края земли. Возводит облака от края земли. Творит молнии при дожде. Изводит ветер из хранилищ своих. И даст знак живущему на краю земли. От края земли мы слышим песни. И до предела вселенной слова их. Увидели острова и ужаснулись. Концы земли затерпетали. Они сблизились и сошлись. Вокруг земли находятся края. А где находятся края земли на глобусе? И сказал Бог, да будут светила на Тверде Небесной. Для освещения земли и для отделения дня от ночи. И для знамений и времен, и дней и годов. И да будут они светильниками на Тверде Небесной, чтобы светить на землю. И поставил их Бог на Тверде Небесной, чтобы светить на землю. Да коли не померкли солнце и свет, и луна, и звезды. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего. В этих местах говорится, что луна является светильником, как и солнце, но не отражателем солнечного света. Библейское понятие Вселенной не то, какое нам преподавали в школах и по телевизору. Описанное в Библии Вселенная имеет совсем другое определение. Господь царствует. Он обличен величием. Обличен Господь могуществом и припоясом. Потому что Вселенная тверда и не подвигнется. Здесь говорится, что Вселенная твердая и не двигается. По всей земле проходит звук их, и до предела Вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. По всей земле проходит звук, и кончается он там, где пределы Вселенной. То есть Вселенная – это земля, и Вселенная не бесконечна. И там, где ее пределы, находится жилище солнца. Трепещи перед ним вся земля, ибо он основал Вселенную, она не поколебается. Синоним к слову «не колебается» – это не движется. Но шароверы утверждают, что Вселенная с галактиками все время вращается. Вселенную сделал пустынью и разрушал города ее. Пленников своих не отпускал домой. Если прочитать всю главу, то становится понятно, что здесь говорится о грехопадении Люцифера, который возгордился и начал вытворять безобразие в мире. Одно из них, что он сделал Вселенную пустынью и начал разрушать города ее. О каких городах во Вселенной здесь говорится? Разве за пределами земли есть еще какая-то жизнь? И проповедано будет си Евангелие Царствия по всей Вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вселенная имеется в виду не космос, а земля. По всей Вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Вселенная имеется в виду Земля, но если Вселенная это космос, то кто по всему космосу будет голодать? Может быть инопланетяне или космонавты, которые в скором времени полетят на Солнце? И он будет судить Вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. А зачем судить несуществующий космос? Может быть астронавтов за то, что они полетели на Луну? Господня Земля и что наполнять ее? Вселенная и все живущие на ней. Здесь говорится прямо, без никаких намеков, что Вселенная это земля, на которой обитает человечество. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Нью все живущие во Вселенной. В Библии часто встречается слово Вселенная, как Земля и Первое Небо. Но нигде нету даже намека, что Вселенная это космос. Да и вообще такого понятия не существует. Слушайте сие, все народы, внимайтесь ему, все живущие во Вселенной. Да шумит море, и что наполняет его, Вселенная и живущие в ней. Чтобы не восстали и не завладели землею, и не наполнили Вселенной неприятелями. Все вы, населяющие Вселенную и живущие на Земле. Во всех местах прямо говорится, что Вселенная это Земля, а не какой-то там космос. Со всеми царствами земными по всей Вселенной. Спасение не доставили земле, и прочие жители Вселенной не пали. В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами Вселенная. Да слышит Земля, и все, что наполняет ее, Вселенная и все, рождающиеся на ней. Не верили цари Земли, и все живущие во Вселенной. Горы трясутся перед ним, и холмы тают, и Земля колеблется перед лицом его, и Вселенная, и все живущие на ней. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства Вселенной во мгновение времени. Как это возможно на крутящемся шаре, который летит в космосе? Люди будут издыхать от страха и ожиданий бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Храм великой богини Артимеды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую Вселенную, о которой говорим, которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них Вселенную». Здесь говорится, что Он утвердил Вселенную на основании земли. Не на земле, а на основании земли. В Библии, там где упоминается слово Вселенная, имеется в виду земля, на которой мы живем, а также первое небо и купол. В Библии упоминается всего три неба, и далее мы разберем, что они значают. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Здесь мы видим, что небо – это разум, следовательно, плоть – это земля, ибо человек устроен мудро. Значит, когда вы уже читаете другое место о небе, то уже понимать нужно, как о разуме, а не о буквальном небе. Часто в Библии говорится о небесах во множественном числе. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Следует понимать, что разум возвещает правду Бога. В Библии упоминается всего три неба. Первое небо – это то, которое над нами. Второе небо – это там, где находятся звезды. Первое и второе небо отделяет небесный купол, или твердь. А третье небо – это рай. Эта идея противоречит уже ученым-шароверам. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Вся Библия, которую мы имеем, была переведена из греческого языка. Поэтому, если перевести на греческий язык слово «твердь», это слово звучит как «стереос». Дословно «стереос» означает «твердый». Логично предположить, что твердь – это купол. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. О каких водах здесь идет речь? Вода под твердью – это моря и океаны. А вода, которая над твердью – это вода, которая находится над стеклянным куполом. И так как вода синего цвета, поэтому небо отражает синий цвет воды. Таким образом, мы получаем воды сверху и воды снизу, и между ними пустота, в которой мы живем. В Библии не упоминается слово «купол», по той причине, что оно новообращенное. Старая версия слова «купол» – «твердь» или «небо». На момент написания и перевода Библии такого слова просто не существовало. И вместо слова «купол» использовалось слово «небо» или «твердь». В сей день разверлились все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились. Источники Бездны – это воды, которые находились под землей до потопа. Но у шароверов-то вместо воды находится ядро славой. И окна небесные отворились, и лился на землю дождь. Над землей находятся окна, от которых вытекает дождь. Поэтому мы имеем воды сверху, воды снизу, и между ними – пространство. Глобофилы опровергают, что твердь – это купол, и в качестве доказательства приводят это место. И птицы да полетят на землею, по тверди небесной. То есть здесь имеется в виду, что твердь – это небо, а не какой-то там купол. Тогда как вы объясните это? Ты лишь с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало. Здесь говорится, что небо твердое, как литое зеркало. Разве может быть небо твердое, как литое зеркало? Это описание неба понимается, как купол. Под всем небом раскат его и блистание его до краев земли. Здесь говорится, что небо кончается там, где находятся края земли. Черту провел над поверхностью воды до грани света со тьмою. То есть над круглым куполом Бог вокруг провел черту до грани света со тьмою. Небеса проповедую славу Божью. О делах рук его вещает твердь. Здесь небеса упоминаются во множественном числе. Хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес, воды, которые выше неба. Ибо как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба. Так будет Сын Человеческий в день свой. О каких краях неба здесь говорится, если земля шарообразная? Он устроил горние чертоги свои на небесах и свод свой утвердил на земле. Призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь имя ему. Когда он возвышает голос, шумят небесные воды. Еще одно подтверждение, что над землей находится вода. Он поднимает тучи с краев земли. Он посылает молнии среди ливня и выводит ветер из своих кладовых. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул их, как шатет для жилья. Вот круг земли и вот твердь, как шатет для жилья. Мы с вами на плоской поверхности, под твердью, как кузнечики. Небесные окна тут и оттуда лилась вода сверху. И тут были источники бескрайней водной пучины. И под ними были воды снизу. Шатер находится над земным куполом. Он собой представляет типа покрывала. И мы его видим каждую ночь. И находится он на втором небе, там где сейчас обитают звезды. И нужен он нам для того, чтобы мы не видели, что происходит на третьем небе. И тогда он пошлет ангелов своих и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. По глазу его шумят воды на небесах. Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя. И изводит ветер из хранилищ своих. Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет в теле или не знаю, ни тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. Он был восхищен в рай. То есть рай находится на третьем небе. Ну и соответственно на втором небе звезды. А первое небо это наша атмосфера. Также в Библии упоминается слово небосвод, что оно означает, можете изучить дома самостоятельно. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его. Когда полагал основание земли. То есть Бог дал устав морям, чтобы они не вытекали за пределы земного круга. Ибо окна с небесной высоты растворятся и основание земли потрясутся. Если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, то Я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. То есть земля не может быть полностью исследована, поэтому мы о ней так мало знаем. Во всех местах говорится, что у земли есть основания. А какие основания могут быть на глобусе? Столб – это то же самое, что и столб. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Столбы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Колеблется земля, и все живущие на ней. Я утвержу столбы ее. Выходит, что земля стоит на четырех столбах. Земля чем-то похожа на стол. Стол, как земля, на четырех ножках, круглый и плоский. Вот я полагаю, в основании на сегодня камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный. Верующий в него не постыдится. На чем утверждены основания ее, то есть земли, или кто положил краеугольный камень в нее. Значит, земля стоит на краеугольном камне. А краеугольный камень имеет форму пирамиды. Только стоит земля на перевернутой пирамиде. Почему краеугольный камень – это пирамида, можете изучить сами. Ссылку оставляю в описании. Так на чем стоит земля? В одном месте пишут, что ни на чем. В другом месте говорится, что на четырех столбах. А в третьем – на краеугольном камне. Так на чем же стоит земля? Или Библия сама себе противоречит? На самом деле все очень просто. Сначала идет краеугольный камень. Это перевернутая пирамида. Возможно, насчет краеугольного камня я сделаю отдельный видеоролик. И нижний угол пирамиды стоит ни на чем. И на краеугольном камне находятся четыре столба, между которыми находится ад или бездна. Далее, на четырех столбах стоит круглая и плоская земля. Над землей находится купол, над которым находится вода. Сверху находится второе небо, там где находятся звезды. Ну и третье небо – это рай. Помните, в начале я говорил, что земля не имеет какой-то конкретной геометрической фигуры? И примерно так выглядит мироустройство. Но это не точно. Я эту теорию никому не навязываю. Поэтому делайте выводы сами. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословию жаимного знания. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как написано, уловляет мудрых в лукастве их. Почему вы не понимаете речи моей, потому что не можете слышать слова моего? Итак, дети, послушайте меня, и блажены те, которые хранят пути мои. Возможно, многие сейчас скажут, а какая разница какой формы земля? Плоская она или шарообразная? Это же никак не влияет на мое спасение. Когда лишь на ты сотворишь какой-либо шедевр, хотелось, чтобы родные оценили, как все красиво, чудно и необычно. А твои дети скажут, какая разница, что и как папа или мама сделали. Нас это не интересует. Это не влияет на мою жизнь. И таким образом, вы игнорируете Божье творение. Вы так проявляете Богу свое неуважение и недовольство. Или как это влияет на мою жизнь? Если вы это усвоите, то у вас поменяется все мировоззрение. Вы поймете, что 12 лет школы были потрачены зря. По телевизору нам врут. Вообще, любая правда это хорошо, но люди не стремятся к истине. Они живут и умирают во лжи. Поэтому выключаем телевизор и включаем мозг. Увидимся в следующем видеоролике. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok